МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Мы выбираем спорт. С вами Ольга Федина. Сегодня мы отправились в Пироговский теннисный клуб, чтобы выяснить, чем же теннис так привлекает людей. Теннис. Один из популярнейших современных видов спорта появился в Англии в 1875 году в местечке Уимболтон, недалеко от Лондона. В июле 1877-го там был проведен первый турнир по теннису. А в 1888 году была основана ассоциация тенниса, которая установила правила игры. В 1899-м у четырех студентов Гарвардского университета зародилась идея проведения теннисного турнира национальных сборных команд. Первое подобное соревнование состоялось в США в 1900 году. Впоследствии турнир получил имя одного из своих основателей – Кубок Дэвиса. Мы упоминали, что теннис – любимый спорт одного из бывших президентов России. И действительно, во много благодаря увлечению Бориса Ельцина в 90-е теннис получил широкое распространение в России. Матищинский район может похвастаться своим теннисным клубом, расположенным в Пироговском. Наш клуб существует уже два года. Он открылся в августе 2010-го. И за эти годы, за этот небольшой период к нам пришло уже достаточно много взрослых и маленьких любителей тенниса. Мы проводим национальные и международные турниры. В наших группах занимается на данный момент 280 детей. Вот за два года – это достаточно большая цифра. И мы прогнозируем ее увеличение в новом сезоне. И среди них есть достаточно перспективные ребята, которые регулярно выступают успешно на национальных соревнованиях, на первенствах области. Дмитрий принимал участие в различных международных турнирах, в том числе и в знаменитом Кубке Кремля. Тренировал детей, которые затем входили в юниорский сборный и неоднократно становились призерами различных соревнований. Когда в Пироговском открылся теннисный центр, спортсмен немного отошел от тренерской деятельности. Но талантливые ребята не уходят от его внимания. С наиболее перспективными учениками Дмитрий занимается сам. Это гораздо больше энергии ты получаешь и тратишь, чем когда ты играл сам. Вот когда ты видишь, как твои ученики выходят на курс, стараются, что-то получается, что-то не получается. Это, наверное, ни с чем не сравнимо. Вот такие вот эмоции, ради которых, собственно, и стоит, наверное, работать тренером. Далее теннисист устроил для нас небольшую экскурсию по клубу, где подробнее рассказал о кортах. У нас находится здесь семь кортов, на которых вложено итальянское покрытие фирмы «Казали». Это, в принципе, обычный хард, который встречается на очень большом количестве турниров сейчас. И мы специально остановили выбор свой на таком покрытии, чтобы у нас была возможность готовить детей к как можно большему количеству турниров. Также благодаря высоте потолка мы можем готовить игроков, и они достаточно быстро адаптируются к открытым кортам, что существенно, поскольку в турнире приходится переходить с залу на улицу. У нас очень хороший тренерский состав. То есть можно даже так смело сказать, что у нас одна из самых сильных тренерских команд, по крайней мере, в московском регионе. Вот на сегодняшний день у нас есть и молодые тренеры, которые достаточно быстро прогрессируют, и уже опытные специалисты, которые прошли хорошую школу и обладают достаточным набором знаний для того, чтобы готовить серьезных спортсменов. И мы решили обратиться к одному из ведущих тренеров клуба, чтобы узнать, чем теннис, как вид спорта, полезен для здоровья. Теннис, прежде всего, развивает координацию, плюс в теннисе задействованы все группы мэш. Потому что считается сложный координированный вид спорта, и там все от головы до ног работает. Что тяжелее, тренировать или же выступать самой? Это очень разные вещи. Я раньше думала, что тренеру гораздо легче, он стоит в углу и там что-то говорит, а оказывается, нет. Там все время нужно поддерживать игроков, постоянно выстраивать тренировочный процесс, планировать и быть фактически психологом. После нашей беседы мы отправились на корт, где Дмитрий провел для нас небольшой урок по основам теннисной игры. Мы начнем наше обучение с самого, наверное, распространенного удара. Это справа, с отскока, по отскочившему мячу. Для того, чтобы нам совершить удар справа, нам нужно развернуться боком к сетке, взять ракеточку, хваткой для удара справа. Это грань, которая находится чуть-чуть справа от центральной грани. Ракеточку можно взять чуть-чуть пониже, чуть-чуть вот так еще. И отвести ее на замах. Левую руку нам нужно выставить в той точке, где мы будем бить по мячу. Для того, чтобы отрепетировать замах, вот есть хорошее упражнение, хорошая подсказка, и проверить, правильно ли вы его сделали, можно в домашних условиях просто положить вот так вот мячик и отвести ракету. Если вы сделали замах правильно, он не упадет. Вот вы можете сейчас попробовать это сделать, отвести ракеточку. Теперь можно взять мячик. Давайте мне его. Делаем замах. Стоп. Делаем замах. Левая рука показывает на мяч. Сейчас я его бросаю. И когда он поднимается, вот в этой точке, на уровне пояса, нам нужно встретить его разогнанной ракеточкой и провести вперед ее. Попробуем? Давайте. Так. Неплохо. Сейчас попробуем сделать то же самое, но мячик я брошу не на месте, а он будет лететь на вас. То есть, так же выставляем левую руку вперед и задача сыграть по прямой. Готовы? Да. Вполне неплохо. Следующий удар, который нам предстоит освоить, это удар слева с отскока. Он идет на втором месте после удара справа. Для того, чтобы начать играть в теннис, нужно уметь бить по отскочившему мячу справа и слева. Для этого нам нужно развернуться боком, взять ракеточку двумя руками, да, левая рука ложится вплотную к правой на ручке ракеты, чуть-чуть вот так вот мы прикрываем, нет, 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 именно левую руку, ага, и делаем замах. Замах мы делаем таким образом, чтобы был виден логотип фирмы-производителя на торце ручки и надпись, которая вот здесь вот на ребре сделана. После того, как мы сделали замах, мы должны ударить по отскочившему мячу впереди себя и также протащить ракеточку как можно дальше вперед. Плоскость ракеты также должна подойти параллельно сетке, то есть не открывая, не закрывая, чуть-чуть прикрыть еще, чуть-чуть, вот так. И также завершить движение вот здесь вот у нас на плече. Попробуем? Готовы? Вроде бы. Так. Неплохо, отлично. Слева почему-то легче идет удар. Дело в том, что вторая рука, левая, она не позволяет делать лишних движений, которые, как правило, мешают новичкам. И поэтому, как правило, удар слева, если он исполняется двумя руками, он гораздо чище технически получается, чем удар справа одной рукой. А можно ли этот удар выполнить одной рукой? Да, этот удар можно выполнить одной рукой. Это называется одноручный бэкхенд. И это классический удар, но для людей, которые только делают первые шаги, лучше применять двуручный удар. После водного занятия и отработки ударов мы с Дмитрием попробовали провести небольшой спарринг. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин